Здравствуйте! В эфире новая программа на связи с городом. Вместе с главой Самары обсудим, чем живет мегаполис, что волнует жителей города. В нашей студии глава городского округа Самара Елена Лапушкина. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон студии 202-11-22. Елена Владимировна, добрый вечер. Добрый. Искренне рад вас видеть. И с чего хотел бы начать. Уверен, что не все, наверняка, вопросы, желающих будет очень много, не все вопросы попадут в студию. Мы запишем все обращения жителей, они все потом попадут к вам, и, соответственно, вы все сможете их отработать, чтобы люди могли получить то, что они, собственно говоря, и хотят. Ну, из чего хотелось бы начать? Начать хотелось бы с погоды. Погода в этом году непростая, мы все заметили, бьет рекорды. Сильный мороз вновь сменился снегопадом. Вот сегодня мы его наблюдаем. В ночь обещают снегопад. Завтра обещают опять оттепель и дождь. В связи с этим вопрос. Готовы ли коммунальные службы к этим испытаниям? Да, Ян, действительно, у нас зима традиционно является самым напряженным временем для коммунальных служб города, области. И, конечно, эта зима показала свой характер во всей своей красе. Уже вы перечислили все красоты, с которыми мы столкнулись. Конечно, мы работаем в круглосуточном режиме, работаем и ночью, и днем. Безусловно, в силу обстоятельств, когда трафик на дорогах чуть ниже, у нас выходят тяжелая техника на дороге по уборке снега. Все управляющие компании работают вместе с нами с утра, жестко контролируем. Есть, конечно, у нас проблемы с управляющими компаниями, почистки внутриквартальных территорий, дворовых территорий. Но здесь я хочу сказать слова благодарности и прокуратуре, и ГЖИ. Они вместе с районами, с внутригородскими, все-таки приводят в чувство эти управляющие компании. Сегодня для нас не новость, да, и снегопад. Прогноз погоды передали во все внутригородские районы. Все районы готовы и знают то, что им предстоит в эту ночь опять ударно поработать. А в выходные? Нет у нас выходных. Нет никаких выходных для коммунальных служб. У нас каждый день задействовано почти 600 единых техники. В снегопады мы нанимаем дополнительную технику для вывоза снега с территории города на снежные полигоны. Поэтому говорить о каких-то выходных днях для коммунальных служб не приходится. Это ежедневная, круглосуточная работа. Скажите, а слова благодарности часто, вот я сейчас о чем подумал, вот хотелось бы сказать слова благодарности, на самом деле, людям, которые работают в этой сфере. Потому что работа крайне тяжелая, и вот часто они это слышат. Я стараюсь не обижать наших и руководителей, и работников. Всегда говорю слова благодарности. А от жителей? И от жителей бывают слова благодарности за хорошую, качественную работу. Безусловно, нам хочется получать спасибо каждый день, каждую минуту. Ну, увы, так не получается. Нам есть к чему стремиться. Нам есть к чему стремиться. Просто я представил, что опять предстоит в ближайшие несколько дней. Мне подсказывают, что уже есть звонок в студии. Давайте пообщаемся с нашим зрителем. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? И мы вас слушаем. Добрый день, меня зовут Людмила. Добрый день, Людмила. Откуда вы? Я хотела бы задать вопрос такой. У нас Полинская 217, 217, 215. Сейчас Новый дом еще застелся, 219. Осенью спелили деревья. Причем несколько деревьев были при отличного, скажем так, ну как качества или как там что-то назвать. Хорошие деревья были, 3-4 дерева. Их спелили. Почему их спелили, непонятно. Вот кто вернет нам эти деревья? Причем мы обращались в администрацию, чтобы восстановили эти деревья. А сейчас, когда идет уборка снега вот этими уборочными машинами, я не знаю, город, наверное, убирает. Сейчас нам повредили вот Ленинская 217, повредили металлическое вот это ограждение. Там вот эти, я так понимаю, что это снег уборочными машинами делают. Снег они вот накидывают реально вот просто огромные, такими кучами. И что это неправильно? Новые дома с нормальным ограждением. И уже идет такое вот, я не знаю, какое-то, ну халатное что-то отношение. Кто это вот будет восстанавливать? Людмила, добрый день, спасибо вам за вопрос. Ленинская, где, давайте начнем с деревьев, где спелили деревья, это на придворовой территории или на улично-дорожной сети? Нет, это на улице Ленинская. Людмила, тогда я вам сразу хочу пояснить, что на улице Ленинской у нас лежит водовод и есть определенная охранная зона. И больших деревьев, к сожалению, там вот быть не должно. Но обещаем, что высадим там кустарник. Это совершенно точно, мы уже проговаривали с жителями, ну с вашими соседями буквально. По поврежденному ограждению, скорее всего, конечно, повредили во время уборки снега. И мы его обязательно восстановим, когда будет возможно по погодному слою. Не волнуйтесь, я себе записала этот адрес. Хорошо. И самый последний вопрос можно вам задать? По отлову бродячих собак. Вот это Ленинская перечень с Ярмарочной, это просто беда там с этими бродячими собаками. Плюс Пушкина. Это вот у нас в Трансгородский дом стоит, огромный такой вот комплекс, 120-й квартал. Там просто, ну невозможно сказать, вот Ленинская Ярмарочная. Там же и в телевизорах показывали несколько раз сюжет по поводу бродячих собак. Ну, к огромному сожалению, вынужден сказать о том, что по отлову бродячих собак жалобы поступают не только с Ярмарочной, не только с Ленинской, и с других территорий. И действительно вопрос достаточно остро стоит. У нас изменился закон. С 1 января 2020 года вступил он в свои права, и порядок отлова собак кардинально поменялся. И мы работаем вот все в новых условиях. Но тем не менее, хочу сказать, что отловом мы занимаемся. Кроме того, совместно с организацией, которая называется «Добрые люди», создали городской приют. Городской приют на 300 собак. Планируем в дальнейшем расширять. И, конечно, максимально стараемся выполнять все заявки. Ваши заявки я записала сегодня же, передам департамент городского хозяйства. И бригада в ближайшее время к вам выйдет по отлову. Но тоже хочу обратить ваш нюанс, что по новому закону у нас теперь собаки, после того, как их отловят, их осматривает ветеринар. И те собаки, которые не проявляют агрессию, их чипируют и выпускают обратно в ту же среду, где отловили. Вот имейте в виду такое новшество законодательное. Ну что ж, спасибо. То есть я правильно понимаю, что сейчас ситуация следующая. Если собака не агрессивна, если она не опасна, ее чипируют и ее возвращают в ее естественную среду для того, чтобы она там продолжала жить. Да, это требование закона. Но, кстати, может быть, в этом есть своя логика? Безусловно, да. Потому что говорят, иначе придут просто другие городские животные. И это такая тема для отдельной, может быть, даже программы. Ну, не просто так родился этот закон, да, и, наверное, это было требование времени и к гуманному отношению к собакам, и к гуманному отношению к животным. Конечно, хочется обратиться и к нашим жителям, что если вы берете в дом собаку, то, конечно, ее надо содержать и никоим образом уже не отпускать на волю. И думать перед тем, как ты берешь себе домашние питомцы. Да, чтобы у каждого человека была ответственность перед тем животным, которое они взяли. Безусловно, безусловно. Еще один вопрос от зрителей, точнее говоря, и от социальных сетей. Потому что мы, готовясь к программе, мониторили, что происходит в социальных сетях. Много нареканий на отопление. Особенно жалуются Куйбышевский район, жители Куйбышевского района. Вот что делать? Ну, мы начали с вами наш разговор о том, что зима нам не дает спокойно жить. Да, и вот эти трескучие морозы, конечно, сказались на качестве отопления в домах. В Куйбышевском районе ситуация достаточно серьезная. Действительно, была разморожена котельная. Было промерзание трупа. Но сейчас там работают 11 бригад. Было своевременно... 11 бригад? 11 бригад. Мы привлекли муниципальные организации, мы привлекли профессиональные организации ПТС. Поэтому сейчас там создан штаб и очень надеюсь, что в ближайшие часы у нас отопление пойдет. Планирую после сегодняшнего эфира доехать туда, посмотреть, как работают бригады, какой объем работы остался. Еще раз подчеркну, что надеемся, в ближайшее время мы закончим эту тему. Но вы ситуацию контролируете и держите руку на пульсе? Да. Ну и сейчас там находятся специалисты департамента городского хозяйства, контролируют. Вместе со специалистами проходят буквально все сети. Кроме того, работают внутригородской район. Они прекрасно знают, сколько у них одиноких людей, сколько у них и лежачих больных вот в этих домах. Даже вот так вот. То есть они на самом деле мониторят и знают, кто один и кто в сложной жизненной ситуации. Да. Предлагают обогреватели, где это необходимо. Стараемся все-таки поддержать людей. Ну это очень важно. Елена Владимировна, еще один непростой вопрос. На дворе февраль, и мы уже сейчас видим, что не все дороги, скажем так, уцелели после зимы. Много обращений, а жители пишут на эту тему именно в социальных сетях. Что планируете делать со всем этим? Ну я тоже очень много езжу по городу. И, конечно, вижу и сама себе записываю замечания по дорогам. Кроме того, мы тоже мониторим социальные сети и берем эту информацию из социальных сетей. Мы работаем, естественно, с ГИБДД по всем предписаниям. И уже на сегодняшний момент сформирован список порядка 60 таких горячих адресов, куда в ближайшее время с горячим литым асфальтом зайдут специалисты и будут работать. Если есть какие-то еще адреса, готовы записать. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. И в любом случае после эфира, как вы правильно сказали, заберу все обращения об отработку и посмотрим, что у нас еще не в плане. Но как только позволят погодные условия, мы уже заходим на ямочный ремонт на территории города. Вот вы отметили погодные условия. Как погода влияет на возможность работать? То есть когда можно начинать для того, чтобы это было максимально эффективно? Понятно, что это ямочный ремонт. Ну, минус 15, конечно, смысла нет работать. Да, смысла нет работать. При минус 5 мы уже спокойно можем заходить. Ясно. Елена Владимировна, ямочный ремонт – это же, скажем так, временная поддерживающая мера, что называется, исправить текущие проблемы. А когда начнется сезон настоящего ремонта? И какие проекты в этом году будут ключевыми именно по настоящему ремонту? Вы знаете, благодаря национальному проекту у нас есть возможность сейчас получать очень серьезные деньги для качественного ремонта дорог. Это национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги. Да. Хочу сказать слова благодарности губернатору Дмитрию Гучуазарову, потому что он, как никто, знает потребность города в обновлении этих дорог. Наверняка и жители заметили, вы заметили о том, что, в общем-то, у нас качество меняется. Мы в том году сделали достаточно большой объем, более 50 километров дорог мы сделали, отремонтировали на будущий год. Уже, извините, на 2021 год мы запланировали тоже порядка 50 километров дорог. Это будут знаковые дороги. И хочу сразу сказать о том, что мы уже не просто делаем качественное дорожное покрытие. Мы подходим комплексно. Мы делаем и островки безопасности. Мы ставим ограждения. Мы беспокоимся о безопасности людей. Мы делаем парковочные карманы. Кстати, на Победе я, прошу прощения, что перебил, на Победе замечательные парковочные карманы. Вот лично от меня большое спасибо, я там часто езжу. Действительно, очень удобно. Рекомендую вам проектие «Постар за горе». Там тоже замечательные парковочные карманы. И делаем остановочные карманы для общественного транспорта, что тоже раньше не было. Делаем новое освещение, новое озеленение. То есть мы подходим комплексно. Прошу прощения, что прерываю на полусловия, но мне подсказывают, что есть звонок в студию. Давайте поговорим с жителем города Самара и послушаем, что он нам скажет. Алло, здравствуйте. Да, добрый день. Да, добрый день. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, и мы вас слушаем. Меня зовут Алексей, и у меня вот такой вопрос для Елены Владимировны. Я представляю инициативную группу «Я люблю Самару». И мы в рамках нашей цели, нашей задачи хотим благоустроить, помочь, благоустроить какую-то часть города для того, чтобы жителям было, ну так скажем, пользу, дать пользу жителям. То есть мы своими силами, своими ресурсами готовы это сделать. И у нас вот сейчас на рассмотрении есть парк Венеции, это в Купышевском районе. По сути, мы готовы в сжатые сроки, только 15 мая, вложиться в этот парк, но нам нужно согласование с Еленой Владимировной. То есть, по сути, нам нужен зеленый свет для того, чтобы мы своими силами, своими желаниями все это претворили в жизни. Алексей, я прошу прощения, а вы были у меня на последнем приеме, когда мы обсуждали тоже благоустройство, только парк 60-летия советской власти? Смотрите, меня не было там лично, но ребята, вот наши инициативные группы, да, были и разговаривали с вами. Алексей, мы договорились с ребятами о том, что в ближайшее время мы с ними встретимся и проговорим о той территории, которую город готов предложить для благоустройства. Спасибо за выбранную вашу территорию и Венецию, но в любом случае проговорим с вами, и зеленый свет совершенно точно вы получите для хороших дел, зеленый свет будет всегда. Спасибо, Елена Владимировна. Так вот, возвращаясь к теме дорог и комплексного ремонта, про Победу мы говорили, Старозагоры, вы сказали, я обязательно проеду, посмотрю, как там выглядят карманы, потому что это действительно чрезвычайно удобно. Это те дороги, которые были отремонтированы комплексно. Ну, кроме того, мы приступили к ремонту улицы Ленинской, Арцебушевской, посмотрите, какая замечательная дорога стала на Мичурино. Мы восстановили не просто дорожное полотно, да, но мы сделали парк вдоль всей улицы Мичурино с пешеходной зоной, с прекрасными скамейками, с зонами отдыха. Поэтому, конечно, стараемся не просто ремонтировать, да, но и благоустраивать прилегающую территорию, делать эти дороги безопасными и качественными, как того требует национальный проект. На следующий год у нас тоже большие планы. На следующий год мы планируем зайти на проспект Кирова, тоже давно просят проспект Кирова. Это очень серьезный проект, огромный трафик на этой дороге, поэтому, конечно, за один год мы не управимся, но, тем не менее, уже мы на него заходим. Мы заканчиваем улицу Ленинскую, мы заканчиваем улицу Арцебушевскую, мы заходим на Южное шоссе и много-много еще адресов, по которым мы будем работать не только комплексно, но и большими картами. Это именно 21-й год и 22-й? Именно 21-й год. А вот проспект Кирова, это планируется на каком участке сделать? Мы начинаем от заводского шоссе сначала и до дворца Кирова. До дворца Кирова. То есть это вот изначально будет, но затем, я так понимаю, он будет, по сути дела, реконструирован весь. Весь, конечно. Наших горожан волнует еще одна тема, которая формирует еще и внешний облик, потому что дороги, понятно, что дороги, ну, как я знаете, иногда говорят, говорю, это такой вот скелет города. То есть если вот он грамотно построен, если он сформирован, хорошо. Я называю их кровеносными системами. Или кровеносные системы. И то, и другое, на самом деле, абсолютно, ну, правильно и имеет, вот, совершенно правильно. Почему? Потому что если кровеносная система работает нормально, организм развивается, организм живет. Если скелет сформирован правильно, если он работает нормально, тоже человеку жить хорошо и приятно. Вот примерно то же самое. Волнует еще одна тема – это благоустройство, потому что она и формирует еще и внешний облик города. Это городская среда, по-другому говоря. У нас есть ролик на эту тему, я предлагаю сейчас его посмотреть, а затем мы продолжим нашу беседу. С удовольствием. Самара. Национальные проекты для жителей города. В 2020 году в Самаре благоустроили шесть общественных пространств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Где появятся новые точки притяжения, выбрали сами жители. На улице Авроры вместо стихийного рынка новый сквер с бульваром для прогулок, лавочками, спортивными площадками, цветами, 11-метровой елью и фонтаном, о котором попросили самарцы. Я прям довольна. Раньше идешь сюда и как-то скучновато, грустновато. А сейчас красота. Прям с удовольствием каждое утро иду и песни пою. Большое внимание уделили отдаленным, но не менее важным территориям города. Преобразили сквер Речняхов в Куйбышевском районе. Первым делом тоже по просьбе жителей восстановили фонтан. А тем временем на другом крае города в Красноглинском районе открыли сквер Овчарова. На радость всем жителям поселка Небрежный. Все нравится, очень много лавочек, очень спортивный комплекс, хороший. Новое пространство для семейного отдыха в этом году организовали в микрорайоне Волгарь. В августе начали возводить Ерик-парк. Теперь это действительно любимое место для прогулок и отдыха в любое время года. Под снежным покрывалом сквер Александра Невского в поселке Зубчининовка. Долгое время он ждал реконструкции и в этом году преобразился. Скверы Бульварна Мичурина – любимое место для прогулок жителей и гостей Ленинского района. Прямо отлично сделали, очень нравится. Уже выходят, гуляют здесь с удовольствием. Всем это все нравится. Елена Владимировна, национальные проекты – это не только дороги. Это еще и благоустройство, то, что называется комфортная городская среда. Слово «комфортный» я специально подчеркнул. Давайте поговорим о проектах 2020 года и о проектах наступившего 2021 года. Это действительно уникальный проект и замечательно, что он существует. И, как было в сюжете правильно отмечено, что, в общем-то, это те пространства, за которые прежде всего голосуют люди. Было сказано, что мы благоустраиваем отдаленные участки города, и прибрежные, и сквер Невского в Зубчининовке, и сквер Речников. Но хочется сказать, что это не мы выбрали, это люди выбрали эти территории. И, конечно, они сами придумывают дизайн проекта. Безусловно, со специалистами, безусловно, мы корректируем. Но идея изначально исходит от людей. Инициатива от них исходит. Да, инициатива и идея благоустройства парка. Как появился у нас замечательный, вот я тоже крайне довольна работами по «Авроре». Как появился этот сквер? Люди захотели фонтан. И от фонтана пошла вся идея развиваться. Где у нас будет бить фонтан, где у нас будет замечательная ель расти, где у нас будет зона для спорта, где у нас будут зоны для отдыха. Это только совместно жители. А, кстати, прошу прощения, помните, как там было не так давно? Я очень хорошо помню. В 2019 году. Я очень хорошо помню. Через что пришлось пройти, вот сейчас это видно на экране, на самом деле. Вот мы с вами можем посмотреть, и через что пришлось пройти для того, вот что было и что стало, во что превратили. Но это действительно приятно посмотреть. Мне кажется, очень хорошей территорией получилась. Отличная территория. А каким образом, вот, кстати, выбрали ее? За нее проголосовали. За нее проголосовали? Они, большинство жителей выбрали эти территории. Они выбрали в 2019 году те территории, которые будут благоустраиваться в 2020. И мы это сделали. Мы сделали 8 территорий, за которых проголосовало большинство жителей города. Так появился и сквер Четняков, так появился и сквер Овчарова, так появились другие территории. И все территории, они абсолютно разные. Они разные по своей концепции, по своей идее. Но все равно мы шли от пожеланий людей. И хочу призвать вас, дорогие жители, голосуйте. Только от вас зависит, какая территория в дальнейшем будет у нас с вами преобразовываться. И будут получаться такие замечательные пространства. На 2021 год у нас тоже большие планы. И планы достаточно серьезные по своим масштабам, по финансовым вложениям. Опять благодаря национальному проекту. Если бы не он, не знаю, как долго бы мы справлялись с такими большими объектами. Потому что это деньги приходят же федеральные. Надо подчеркнуть. Люди голосуют, и деньги приходят. Конечно. Это и федеральные деньги, это и областные деньги. Конечно, есть муниципальные софинансированные. Но, тем не менее, с такими объемами мы впервые сталкиваемся. И, конечно, мы пользуемся этими возможностями максимально. На 2021 год у нас, прежде всего, закончить вертолетную площадку. Мы ее начали в 2020 году. Она у нас тоже на два этапа была разбита. Я очень надеюсь, что вертолетная площадка получится та, которую ждут люди. Мы старались ее максимально насытить, чтобы было удобно всем. И родителям с детьми, и людям, которые просто приходят погулять на этой территории. Это и молодым людям, и молодоженам. Но, самое главное, мы постарались сохранить изюминку этого места, чтобы никоим образом эта площадка не отвлекала от себя самого главного вида на нашу роскошную реку, на наши волжские берега, на наши волжские пейзажи. И, мне кажется, это получилось в полной мере. А как вот, кстати, над проектом вертолетной площадки работали? Это же, на самом деле, очень сложный проект, потому что место культовое, место любят, место знают. Я сам там тоже бывал, поэтому для меня это тоже как бы, ну, ценно. Была очень серьезная работа. Во-первых, мы постарались собрать всех молодых архитекторов, молодых дизайнеров прямо на вертолетной площадке, проводили встречу и выслушивали пожелания, чтобы они хотели видеть на этой вертолетной площадке. Было очень много идей, вплоть до посадки вертолета, вертолетной действительной площадки. Были идеи, которые, ну, наверное, еще время не пришло для их реализации. Но все сходились в одном, что ни в коем случае нельзя испортить вид. Да, вот, ничем нельзя загородить Волгу. Поэтому вот как основную идею это и подхватили, и сейчас воплощаем в жизнь. Там нашел казной губернатор даже курирует этот проект. Безусловно. Ну, еще раз, я говорю, я не устану повторять слова благодарности Дмитрию Игоревичу, потому что все проекты он очень внимательно отслеживает. Совсем недавно у нас была встреча с Дмитрием Игоревичем, где я ему докладывала о ходе работы, в том числе и на вертолетной площадке. Он попросил максимально ускорить работу по вертолетной площадке. Они у нас были запланированы, окончание работы на 1 сентября. Сейчас с подрядчиком ищем возможности все-таки порадовать наших жителей пораньше, чтобы люди смогли насладиться и летом на этой территории. То есть есть шанс. Кстати, вот давайте еще раз уточним вот важный момент голосования за территорию. Ведь, насколько я знаю, уже сейчас предстоит очередное голосование за новые территории уже на 22-й год. Совершенно правильно вы говорите. Вот что нужно сделать, как нужно сделать? Там же есть IT-технологии, которые позволяют все это делать очень комфортно. Вы знаете, да, сейчас несколько меняется порядок голосования, и как только этот порядок будет до конца разработан, мы обязательно доведем до всех жителей города, разъясним, как правильно голосовать, разъясним, где это можно сделать. Поэтому еще раз, уважаемые жители, приглашаю вас к участию в голосовании. И еще хотелось бы что уточнить. Вот парк борцов революции, что будет там? Вот вы меня опередили. Я просто предусмотрела вашу. Еще одна территория, которую мы в этом году благоустраим, это сквер борцов революции. Но нет, не просто сквер. И вся прилегающая территория, будущий, к филиалу Третьяковской галереи. То есть это будет не вот маленький сквер, это будет очень большая территория. Это комплекс будет, по сути? Это будет комплекс, комплекс, где мы сохраняем историю зима. Комплекс, где можно будет заниматься творчеством, где можно будет гулять, где можно будет отдыхать, где можно будет после Третьяковской галереи просто пройтись, подышать свежим воздухом. Тоже будет очень интересное пространство. И самое главное, это будет такой культурный отдых, на самом деле. Это принципиально другой отдых. Уровень, я бы сказал, федеральный, это московский уровень, потому что Третьяковская галерея... Мы не хуже этих городов. Однозначно. Мы не хуже, может быть, чем-то лучше. Потому что у нас есть Волга. У нас есть Волга. И у нас тоже будет Третьяковская галерея. И у нас будет тоже Третьяковская галерея. И вот хотел вернуться к теме голосования. Ведь там разработана, насколько я знаю, новая платформа для онлайн-голосования. Она очень удобна, потому что молодежь это любит. Ведь сейчас можно молодежь к этому привлекать. Как только у нас появится порядок, я просто подчеркну, мы всем расскажем и про платформу, и как можно проголосовать, и в какие сроки это можно сделать. Поэтому просто чуть-чуть терпения надо набраться, и мы все расскажем. А до какого периода вообще вот этот, скажем так, национальный проект «Комфортная городская среда» будет работать? То есть вот 22-й год мы будем отрабатывать. То есть сколько еще можно вот пользоваться вот этой возможностью? Будем пользоваться каждый год, пока будет действовать этот национальный проект. Потому что таким образом можно, в общем-то, весь город преобразить. На самом деле и нужно. И знаете, что радует? Чем дальше этот проект живет, тем больше территорий у людей возникает желание благоустроить. Тем больше новых пространств у нас появляется в списке необходимого. И тем больше людей принимает участие в голосовании. А это очень важно. То есть они становятся активнее? Люди становятся активнее. Люди уже понимают, что они хотят о той или иной территории. Всегда привожу в пример. Когда-то еще даже не было национальных проектов, но мы, тем не менее, благоустроили территорию, у людей было желание просто сделать хороший асфальт, установить лавочки, установить урны. Сейчас совсем по-другому воспринимается та или иная территория. Люди изучают историю. Люди понимают, что здесь необходимо. То ли это нужен спортивный городок для молодых людей, то ли нужна зона отдыха для людей преклонного возраста. Поэтому люди уже осознанно выбирают свои территории. Мне подсказывают, есть еще один звонок. Давайте пообщаемся со зрителем. Алло, здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и мы вас слушаем. Вениамин Осин. Спасибо большое, Елена Владимировна, что вы так много делаете по городу. Но у меня есть вопрос. По свободе 179, где я живу, в округе заасфортировали всю территорию, кроме нашего дома. И в этом плане очень плохая дорога, которая не ремонтировалась более 20 лет. И второй вопрос, давний вопрос. 179 дом по свободе, первые два подъезда капитальный ремонт был, а вот третий, четвертый подъезд до сих пор с места не сдвинулся. Могу уточнить, Вениамин, дорога, это внутриквартальная дорога? Да, да, да. Внутриквартальная. Я обязательно... Очень разбитая. Обязательно уточню у главы внутригородского района, Вадима Саныча, по поводу этой дороги, есть ли она в планах на этот год и когда она будет сделана. А по капитальному ремонту, это делал фонд капитального ремонта у вас в доме? В первых подъездах? Да, да, да. Но, к сожалению, вот не сделали. А в каком году? А в каком году это было? Ну, вы знаете, в начале 2000-х еще сделали. Ну, это уже очень давно. Я записала ваш адрес, уточню, и вам тогда подготовим ответ. Спасибо. Спасибо. Сейчас запишу. Да, конечно, конечно. Кстати, знаете, вот завершая тему комфортной городской среды, чем, на мой взгляд, она еще важна. Помните, когда был чемпионат мира по футболу, как Самара преобразилась? И тогда ведь были такие голоса, что вот потом все начнет опять откатываться назад. А оно, наоборот, как бы меняется только в лучшую сторону. И в том числе, вот на мой взгляд, за счет этой программы комфортная городская среда. Вы знаете, такие опасения были. Были, были, чего уж там. Да, и я рада, что они не подтвердились. И у города есть развитие, и развитие достаточно динамичное. Поэтому будем надеяться, что эта программа будет как можно дольше существовать. И вот если говорить о развитии, предлагаю поговорить о будущем Самары, то есть о детях. Детям важно дать качественное, дошкольное и школьное образование. У нас есть видео на эту тему, я предлагаю его посмотреть, затем продолжим нашу беседу. Самара – национальные проекты для жителей города. В Самаре построили две новые школы в общей сложности на 1800 мест в густонаселенных микрорайонах. По инициативе самих жителей начали возводить школу на пятой просеке в Октябрьском районе. Объект включили в нацпроект образования. Строительство контролировали областные и городские власти. Работы шли практически круглосуточно. Новое здание с учебными классами, библиотекой, спортивными и хореографическими залами возвели за 8 месяцев. Благоустроили территорию вокруг. Уже в новом учебном году первый корпус на 600 мест примет первых учеников и завершится возведение второго корпуса на 850 мест. Готова школа и в Новой Самаре. Ее ждали тысячи жителей микрорайона. Стройка шла по муниципальной программе стимулирования развития жилищного строительства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь будут учиться 1200 детей в одну смену. Комфортное и современное здание с актовым залом и мастерскими будет рассчитано и на маломобильных граждан. В микрорайоне в Алгаре в рамках нацпроекта «Демография» ввели в эксплуатацию новый детский сад. Его ждали сотни молодых семей. Сад рассчитан на 215 малышей, 55 мест в ясельных группах. Началось строительство детского сада в Октябрьском районе, где традиционно в дошкольных учреждениях не хватало мест малышам. Новый детсад появится на улице Подшипникова и вместо старого ведомственного садика детский сад примет 112 детей, и 20 в ясле. Лена Владимировна, в 2020 год запомнился жителям Самары тем, что было введено в строй две школы и детский сад. В 2021 году что нас ждет в сфере дошкольного и общего образования? Ну вы рано перешли к 2021 году. Мне все-таки хочется рассказать про эти замечательные школы, которые у нас построили. В новой Самаре на пятой просеке, во-первых, они действительно крайне востребованы. Помню историю, когда я приехала на встречу с жителями на пятую просеку, да, и как молодые родители абсолютно правильно были возмущены тем, что вот стоят новостройки, молодые семьи, а детей везти некуда. Возили в любой район города, кроме Октябрьского. Поэтому, когда вот появилось решение, началась строиться школа, это очень много значило. Это беспрецедентно, кстати, ведь сколько они строили десятилетий. И школа получилась сама по себе замечательно. И в новой Самаре, и на пятой просеке. Это же не просто коробка стоит. Это действительно школа, где будут получать качественное образование. Она насыщена новым оборудованием. Она позволяет не только выстраивать учебный процесс, но и заниматься дополнительным образованием. Мы планируем, что уже с 1 апреля у нас и в той, и в другой школе будут работать кружки, и дети из этих микрорайонов пойдут в эту школу, с ней будут знакомиться, и, кроме того, получать дополнительное образование. Это будут и танцы, это будут и спортивные секции, и многое-многое другое. По детскому садику Волгаря тоже сказал, тоже молодой район, где детские сады крайне востребованы и ясельные группы востребованы. Но мы не останавливаемся. У нас есть замечательная возможность, опять же, благодаря национальным проектам, строительство продолжать, в том числе и школ. Мы продолжаем строить на пятой просеке еще один корпус на 850 ребят. Там же будет детский садик на 75 мест с ясельной группой. Мы строим два детских садика в 2021 году в Кировском районе и на улице Подшипниковой, как уже было показано. Эти сады тоже крайне востребованы. На Октябрьском районе особенно. Конечно, 112 мест, можно сказать, что недостаточно для этого района. Но будем строить и дальше. По поводу школы на пятой просеке. Я знаю, что вы там регулярно бываете, вы очень жестко контролируете этот процесс. На каком этапе строительство и вот когда все ожидается? В конце года. В конце года? В конце года все объекты. То есть качество будет вот так же ничуть не хуже, чем в Новой Самаре, ничуть не хуже, чем вот вся новая школа. То есть будет, может быть, даже лучше. Я очень надеюсь, что будет лучше. Хотя вот даже моя фантазия и не срабатывает, что можно сделать еще лучше. Но в любом случае ошибки, которые были раньше, мы учтем. И здания будут такие же современные. Но на пятой просеке это будет единый комплекс образовательный. Поэтому они, конечно, будут между собой гармонировать. Ну да, и плюс там же еще будет детский садик. То есть это как раз вот все вместе позволяет, собственно говоря, не выезжая с территории района, ребенка вести, вести, вести и подвести уже к системе высшего образования. Передать его в ВУЗ или в техникум, в колледж. Не могу не поговорить еще об одной важной теме. Это культура в жизни самарцев. Не только учреждения образования, но и учреждения культуры у нас получают обновления. И какие новые объекты культуры мы получим? Тоже замечательный проект. Мы тоже в рамках этого проекта мы уже многое сделали. Мы уже отремонтировали ДК «Октябрь». Ранее мы отремонтировали «Нефтяник» и «Чайку». Сейчас у нас такие же грандиозные планы по ремонту «Искры» в поселке Красная Глинка. Уже в этом году делаем проект и, надеюсь, приступим со следующего года уже к строительно-монтажным работам. Кроме того, мы наконец-то зашли на ремонт дворца Кирова, дворца Литвиного на площади. Уникальные здания, крайне востребованные здания для этого района. Да и, я думаю, для города оно знаковое. Оно является объектом культурного наследия. И, конечно, работа там предстоит... Работа очень серьезная и большие объемы. Есть уникальные фрески, которые будут восстанавливать специалисты из Санкт-Петербурга. Зашел подрядчик, который понимает, с каким зданием он работает, какие требования к нему предъявляются. Очень надеюсь, что это здание засияет новыми красками уже в 2022 году. Кроме того, мы ремонтируем не только ДК, мы ремонтируем и библиотеки. Вот хочу похвастаться, что на аэродромной 16 детская библиотека, которую мы отремонтировали в 2020 году, заняла ведущее место среди модельных библиотек России. У нас такие же грандиозные планы по ремонту библиотек и на следующий год. Очень надеемся, что мы с нашими заявками попадем и отремонтируем детскую библиотеку на улице Ленинградской и библиотеку имени Крупской в Ленинском районе. Тоже есть прекрасный дизайн проекта. Уверена, что мы воплотим их в жизнь. Кстати, вот за две библиотеки хотел лично вас поблагодарить. Это библиотека на аэродромной и просто уникальный проект. Я когда первый раз туда зашел, я был очень удивлен. Это приятно слышать. Ну, это 21 век, вот в самом лучшем смысле этого слова. И библиотека на Паново. То есть это не просто библиотеки, это уже, ну, наверное, такие культурные центры современные, куда хочется зайти и оттуда уходить не хочется, на самом деле. Поддерживаю вас. И причем бесплатно. Бесплатно. Я вот сейчас для зрителей подчеркиваю, уважаемые друзья, туда можно прийти, провести замечательное время, и не нужно за это платить. Поэтому пользуйтесь. И я, знаете, еще на что хотел обратить внимание, ведь еще и Третьяковка, наверное, вот тот комплекс, который строится, это тоже часть нашей культурной жизни. Вот его бы еще раз хотелось подчеркнуть, его значимость, потому что это будет тоже очень интересный объект. Это будет не просто интересный объект, это знаковый объект, и не просто для городского округа Самара, а для Самарской области. И, в принципе, да, филиал Третьяковки в городе, мне кажется, это... Ну, мы все его ждем открытия, и я в том числе. Поэтому мы предлагаем максимум усилий, чтобы этот объект был сдан вовремя. Он, вот, на ваш взгляд, в культурной жизни города какое место займет? Вот это что будет? Я даже затрудняюсь сейчас оценить. Я думаю, оценить не только любители искусства, знатоки живописи. Мне кажется, для каждого самарца вот будет важно знать, что на их территории есть Третьяковская галерея. Ну да, у нас есть художественный музей, а теперь будет Третьяковская галерея. Это к вопросу о том, что мы, как минимум, ничуть не хуже наших двух столиц, а может быть и лучше, с учетом наших возможностей. Лена Владимировна, ну, мы с вами были... Да, и если вернуться к Третьяковской галереи, вот появление Третьяковки стало возможным благодаря поддержке Дмитрия Игоревича Азарова. Вы все прекрасно знаете, что он возглавляет при президенте Российской Федерации Совет по культуре, и его усилием вот этот проект все-таки состоялся на территории Самары. Ну да, он пришел к нам. Лена Владимировна, мы были с вами на связи с городом, обсудили, чем живет Самара, и, кстати, вот о культуре и о книгах. Когда-то Эрих Мария Ремарк сказал, самый чудесный город это тот, где человек счастлив. Вот у меня в конце программы появился вопрос, а где вы счастливы? Ну, мой ответ в вашем вопросе. В том городе, где я живу. Я действительно очень люблю Самару, я люблю людей, которые живут и трудятся в этом городе. Мне очень хочется, чтобы этот город с каждым днем становился уютнее, добрее, чтобы люди радовались и гордились тем городом, в котором они живут. А мы будем все делать для этого. Лена Владимировна, ну что ж, время программы подошло к концу, к сожалению, но у нас есть большое количество звонков. Мы передадим вам всю информацию, для того, чтобы вы могли отреагировать, и для того, чтобы принимать меры, и, соответственно, наш город становился лучше и краше. То, о чем мы сейчас с вами говорили. В нашей студии была глава Самары Елена Лапушкина. Будьте счастливы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова